день добрый добро пожаловать с вами я хага вы смотрите youtube канал летсплей по-русски и этой обзор 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 игрушки под названием dungeon defenders я выпустил первое видео по ней но почему-то мой компьютер взял и украл вот часть геймплея полностью полностью взял и украл он он и он и он и удалил или спрятал куда-то не знаю она не попала в видео и поэтому я удалил и сейчас делаю геймплей видео потому что вам по идее интереснее смотреть геймплей чем менюшки и всякую всячину но первое эта игрушка сейчас является частью инди royal бандла ссылка на него у меня под видео ну или просто впишите инди royal в google и сразу же найдете она там будет стоить где-то от 3 до 4 евро вместе с пятью или шестью играми смотря сколько бонусов уже открылось и это намного намного дешевле чем на стиме и если вам хочется взять ее то берите именно сейчас потому что конечно может быть на стиме когда-нибудь будет скидка но с друзьями поиграть а еще получить дополнительные игры и саундтреки это вот это в этом бандле и так что же такое dungeon defenders dungeon defenders это конечно же tower defense игрушка в которой упор на кооператив а то есть с вами могут играть еще три героя я играю магом который может стрелять у мага у меня очень высокого уровня и у него очень большая силе сильная пажом по моему даже в божественная палка так 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 могу вас божественная палка фу-фу-фу-фу пошлятничать так и как говорится видите у нас из дверей выходят монстры перед волной я волну сам запустил перед волной мы видим из какой двери что выйдет конечно же можно подготовиться и поставить башни а башни ставятся чем башни ставятся маной ману мы получаем из убитых монстров или из вот этих вот так 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 сундуков которые обновляются каждую волну и сундуков мы еще можем подобрать вещи вещи мы одеваем на героев и как видите здесь мы сразу же видим вещь хуже чем моя поэтому я могу ее например взять и продать но если вы играете в группе и особенно в группе с людьми которые которых вы не знаете или которые вас не знают приличная вещь которую вы можете сделать это подбирать только вещи которые вам нужны а то есть прямо сейчас а все остальное остается на полу и в конце уровня делится автоматически игрой между вами она превращается в деньги и делится сразу же так если вы конечно же будете ним желудить вас скорее всего выпихнут также опять же советую советую слушаться людей которые знают как играть если вы начинающий потому что это кооп игра и здесь на высоких уровнях и на высоких сложностях легко проиграть поэтому лучше играть вместе слушаться кого-то одного может у кого-то одного есть хорошая стратегия и давайте поставим башни башни мы открываем конечно же на первом уровне у вас будет самая простая башня вот это и щит щит давайте поставим вот здесь этот щит не даст врагам пройти но например у бойца этот щит будет с шипами и он будет при наносить врагам урон поэтому например даже если вы поставили свой щит это не страшно если боец взял и поставил свой вместо вашего так как так давайте поставим вот эту вот башню вы конечно же можете ставить во время волны башню вы не должны только строить или только ставить но когда у вас строительная фаза это намного легче без проблем я сейчас играю на сложности сумасшествия еще выше сложность это кошмар но кошмар вы получите только с dlc все dlc к этой игрушке достаточно дешевая и по моему все таки честно сделано то есть это это не страшно так сейчас я поставил огненную давайте поставим еще аое башенки например давайте наверху поставим так чтобы если вдруг кто-то прорвется сюда так где они 9 как видите вокруг моей башни зеленое поле это то поле в котором моя башня будет стрелять а то есть есть башни которые нужно направлять как башни до того то есть они стреляют только в одном направлении или такие башни которые стреляют в разное направление так давайте запустим следующую волну здесь всего лишь 5 волн это самый самый первый уровень он самый самый простой единственное что вам нужно знать еще дополнительно это то что вы не можете ранить врагов если они вот в этом лиловом поле как видите я им причиняю 0 урона но они мне могут причинить поэтому нужно им дать выйти сначала чтобы все было скажем так честно и сбалансировано они выходят и потом вы их убиваете и разбиваете на вот эти вот кристаллы которые являются маной так 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 давайте как видите из врагов валятся еще вещи можно посмотреть конечно же она все будет хуже потому что на первых уровнях вываливаются просто простенькие вещи также у меня есть вот мой дракон который летает за мной он не дает бафы и он нападает на врагов как видите так вот он убил его с одного удара я могу поднимать уровень башням а то есть так апгрейд вот могу дать апгрейд моей башне чтобы она билась еще сильнее и дальше и чтобы ее было тяжелее убить и вот например здесь из этой двери пойдут то есть пойдет один большой толстый давайте запустим посмотрим на него если забыть про эту дверь то он может подобраться к кристаллу и разбить и при том на этом уровне сложности кристалл очень хрупкий и его очень очень легко потерять поэтому давайте постоим посмотрим справится ли наше а у е башня ну иди сюда иди сюда ну как там справляется нормально справляется можно помочь и чуть-чуть магом я могу бить вокруг себя могу заряжать выстрел всего четыре класса стандартных конечно же можно докупать но у вас маг у вас боец который отвечает за ближний бой у вас монах который отличие отвечает за ауры и у вас охотница которая отвечает за рейндж дэмэдж так вот видите они не поломали щит и я могу его например починить так нет да оно будет дешевле и я могу чинить во время во время боя так точно так же как могу лечить сам себя как вы видите у меня слева в нижнем углу и вижу сколько у меня жизни сколько маны какие башни я могу поставить а то есть от 6 до 0 и от 1 до 5 это мои возможности один это полечиться два это больше дэмэджа наносить врагам и три это мана бомба я могу его как раз сейчас показать просто для интереса давайте пойдем так 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 пока волна не началась чтобы так не проиграть так апгрейд дефенс здесь сделаем апгрейд на эту и сделаем апгрейд на это так хорошо я вызываю это поле средней кнопкой мыши и давайте все пошли давайте идите сюда и идите сюда так троечка это моя мана бомба так если хорошо три бам все они все разлетелись я собрал ману но и потратил 300 то есть это уже когда вам настреляли очень сильно и или вы находитесь в большой большой опасности вот например как сейчас так как там у вас дела все убились все все умерли все умерли да все умерли там еще пару врагов внизу бегает но это не страшно и знаете эта игра эта игра очень интересная но в нее лучше играть в кооперативе она веселее тогда и тогда просто все разнообразнее конечно же можно одному про пройти всю кампанию тут очень много уровней много дополнительных уровней survival простой есть еще дополнительные уровни в которых нужно выполнять разные разные вещи то есть уровне очень много их дополняет есть бесплатные платное дополнение очень очень продуманная и проработанная игрушка и вот я закончил уровень и я тогда скажу вам большое спасибо за внимание идите купить в бандле одно удовольствие вы получите конечно ключ на steam сможете сразу же там активировать все будет просто дешево и приятно и еще раз большое спасибо за внимание и за терпение и мы увидимся в следующем видео